Актуальная интервью Ну, если постараться совершенно коротко, попробую, конечно, вложиться в отведённое время. Дело в том, что примерно в конце июня с 17 по 23 в Республике Сахая-Якутия прошло ряд достаточно серьёзных совещаний, которые имели общероссийское значение. Ну вот, я был приглашён, или вернее делегирован нашим собранием на два из них. Это межрегиональное совещание на тему «Актуальные вопросы развития российского федерализма». И был круглый стол ещё там по вопросам развития местного самоуправления с участием дальневосточных регионов, дальневосточных глав муниципалитетов. Вот, если иметь в виду основную тему совещания, это «Актуальные вопросы развития российского федерализма», хочется сказать, наверное, что, как мне сказали организаторы, достаточно давно на эту тему не собирались столь представительные совещания. Как вы знаете, Российская Федерация — одна из, наверное, самая большая страна, которая построена по федеральному принципу. И самая большая по территории, и самая большая по количеству субъектов. У нас сейчас 85 субъектов, которые обладают различным конституционно-правым статусом. В этом есть свои и плюсы, и есть свои недостатки. Вот. Хочется сказать, что особенности российского федерализма связаны как с величиной самой страны, так и с дифференциацией субъектов федерации по различным признакам. Ну, например, по размерам. Вот представляете, самый большой субъект, та же республика Саха-Якутия, у неё площадь больше 3 миллионов квадратных километров. Самый маленький субъект — это республика Ингушетия, у которой площадь чуть больше 3 тысяч квадратных километров. То есть разница там, по-моему, больше, чем 800 раз. Первый момент. Второй момент. Все эти субъекты наши расположены на огромной территории Российской Федерации, которая, как вы знаете, шестая часть земной суши. И наша территория расположена в 11-ти часовых поясах. Естественно, они расположены с севера на юг, с запада на восток, на огромной территории в различных климатических и географических зонах. Различные направления развития экономик и хозяйства, они были связаны как и с природными условиями, так и с уровнем образования, с традиционными направлениями природопользования, с политикой государства, которая развивала в одной части страны какие-то одни виды экономики и хозяйствования, в другой части другие. Ну и, естественно, с природными условиями, потому что вы знаете, что значительная часть нашей страны находится на таких территориях, где, например, сельское хозяйство вообще невозможно развивать или очень сложно. То есть зона рискованного земледелия. Поэтому настолько большое разнообразие между нашими субъектами, настолько они дифференцированы и по размерам, и по климатическим, и географическим условиям, что добиться устойчивого развития всех одинакового невозможно. В результате возникает такой парадокс, что дифференциация по доходам на душу населения в различных субъектах разница в десятки раз, несмотря на те мероприятия, которые Федерация и Федеральный Центр проводят по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности. Есть и ещё один вопрос, который сильно влияет на темпы развития, на уровень развития различных субъектов Федерации. Это их конституционно-правовой статус. У нас же шесть видов субъектов. Республики, края, области, автономные округа, автономные области и города федерального значения. То есть шесть различных правовых статусов. И хотя статья пятой Конституции России говорит, что все субъекты равноправны, по факту это не так. Вот если взять, например, две противоположности такие. Берём республику, которая имеет право иметь свою конституцию, и берём автономный округ. У нас было больше, а сейчас осталось только четыре. Более того, у него, естественно, Конституции нет, у него есть устав, своё законодательство, но он входит, кроме Чукотки, в состав другого субъекта. И субъект материнский и сам округ являются самостоятельными. Но по 184-му федеральному закону в некоторых случаях, когда не договорился субъект материнский и округ, то органы госвласти материнского субъекта, края или области имеют право исполнять непосредственно на его территории все государственные полномочия. Поэтому вот этот матрёшечный принцип отношения автономного округа, за исключением Чукотки, которую в своё время приняла, ну, смогла принять о себе закон федеральный, вот он сохранился, и он очень сильно влияет на темпы развития отдельных субъектов. Что я имею в виду? Вот, например, посетил Якутск, я там ни разу не был, с одного из мероприятий убежал, вот, и просто прошёлся по городу. Смотрите, современный, хороший, красивый город, много новых зданий, ветхого жилья практически не осталось. То есть чувствуется, что идут стройки, деньги в бюджете есть, развивается субъект. Достаточно много молодёжи на улицах, это понятно, потому что лето, каникулы. Соотношение вот молодых людей коренных национальностей, и, например, славян, ну, где-то у меня показалось, где-то три к одному. Значит, на улице я больше услышал якутского, чем русского, но надо отдать должное, когда обращаешься, русский понимают все, охотно помогают, подсказывают, советуют. Заходишь в органы власти, видишь тоже, что лиц коренных национальностей, ну а там процент, конечно, например, представителей якутской народности, там, по-моему, 50%, плюс процентов 10 ещё других народностей, которые проживают на территории Азии. По отношению, например, к славянским национальностям, это где-то 60 на 40. И примерно половину видишь, что в органах госзласти представлены люди, которые представляют коренные национальности. Как удалось добиться такого роста уровня коренных национальностей в республике? Ведь Якутия, когда всё начиналось, так скажем, с 1922 года, она была на том же уровне и сильно отставала от других регионов промышленно развитой. Так вот, если анализировать, в чём успехи, в чём заключаются успехи и достижения республики, получается, что в наличии такого конституционно-правового статуса, как республики, у Конституции написано «республика» в скобках «государство» в составе Российской Федерации, она дала возможность объявить, например, якутский язык одним из государственных и вводить образование в высших учебных заведениях на якутском языке. В результате они смогли вырастить достаточно большое количество своих национальных кадров, которые в настоящее время уже работают в органах власти различного уровня. То есть уровень конституционно-правовой статус субъекта напрямую влияет на уровень развития населения. Ну вот такие моменты бросаются в глаза, почему я так долго об этом рассказывал, потому что тема самого совещания, она напрямую связана с статусом субъекта, ну в том числе и республики Саха и Акутия. Я не знаю, кто был инициатором того, что совещание было проведено на территории этого субъекта, но вероятнее всего и сами руководители республики были заинтересованы в этом. Что хочется сказать в отношении самого совещания? Достаточно представительный был состав участников. Это и представители Государственной Думы уровня руководителей или заместители руководителей отдельных комитетов, представители федеральных министерств и ведомств, представители, приглашаясь в крайнем случае, представители законодательных органов всех субъектов Российской Федерации. Но, естественно, учитывая территориальное расположение Акутии, там больше всего было дальневосточников. С центральной части Российской Федерации, вот я познакомился там с москвичами, с Владимира были, с северо-запада был Калининград, мы, по-моему, Питер. Ну, Сибирь была очень хорошо представлена, и Дальний Восток в первую очередь. Достаточно представительная. Ну, надо отдать должное сибирякам и дальневосточникам, они там давно друг друга знают, значит, все там по имени-отчеству, и их знакомить не надо было. Вот. В тех рекомендациях, которые выработаны были соответствующим профильным комитетом Государственной Думы, было ряд серьёзных положений, которые предлагалось принять в итоговом документе. Что имеется в виду? Постараюсь коротко обрисовать те предложения. Значит, во главу угла развития дальнейшего российского федерализма ставится принцип способствования экономического развития, в первую очередь. Посыл следующий. Административно-территориальное отделение каждого субъекта должно основываться на экономическом принципе, то есть должно учитывать направление развития хозяйства каждого субъекта, логистику, дороги и так далее. Если распространять этот экономический принцип на уровень федерации, то получается, есть смысл каким-то образом группировать субъекты так, чтобы они взаимно дополняли друг друга в конкретных направлениях развития экономики. То есть разработчики считают, что есть смысл рассмотреть возможность повышения управляемости страной путём группирования субъектов в определённые такие макро-регионы, супер-регионы, которые бы взаимно дополняли друг друга и давали возможность все вместе в этой группе развиваться более быстрыми темпами. В принципе, прообразом этого уже являются наши федеральные округа, семь федеральных округов. Когда их создавали, в принципе, учитывалось не только их географическое положение, но и экономические связи и возможность координировать экономические взаимоотношения. Это как бы был один из первых посылов. И второй момент. Было сказано таким образом, что предлагается уходить из уровня асимметрической федерации на уровень симметрической федерации. Что это значит? Умные такие слова, а фактически что это значит? Что значит асимметричная федерация? Это как раз разный конституционно-правовый статус республики, края, области и до автономных округов и городов федерального значения. У каждого свой статус, у каждого свой объём прав и обязанностей. Так вот, предложение организаторов было направлено на то, что путь движения, развития нашей федерации российской, федерализма, он должен был идти максимально на максимальное уравнивание субъектов, то есть максимально симметричную федерацию. По мнению организаторов, наиболее значимым принципом, который мы должны исповедовать, должно быть следующее. Гражданин, независимо от места проживания, должен обладать возможностью одинакового почти уровня комфортности проживания и набором каких-то благ, условий, одинаково, независимо от места проживания. И вот этот принцип должен быть главным при развитии субъекта. То есть максимальная симметричность федерации. И вот понятно, что развитие российского федерализма, оно по-разному оценивается, как со стороны федерального центра, как со стороны отдельных субъектов. И вот некоторые положения вот этого итогового документа вызвали достаточно такое живое обсуждение. В частности, было заявлено представителями некоторых регионов, что такое реформирование федерации в направлении от существующей асимметрии какой-то такой равноудалённой, что ли, симметричной федерации может потрясти основу федерализма российского. Высказано было такое мнение, что развиваться нужно ровно так, как уже сложилось исторически и как указано в Конституции Российской Федерации. И мы должны развивать тот российский федерализм, который уже существует, и не двигаться в сторону реформирования его, так как такие попытки могут повлиять на основы российского федерализма. Поэтому итоговый документ на этом совещании не был принят. Он не был поставлен на голосование, и участники совещания решили, что настолько вопрос важный, щепетильный и значимый для регионов, что необходимо более тщательно подойти к выработке предложений и уже потом, с учётом предложений всех регионов, принимать какое-то окончательное решение. Я рад, что поприсутствовал на этом заседании, потому что представители федерального центра, это профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, с большим вниманием прислушались к выступающим. Надо отдать должное, потому что там выступали и, например, председатель законодательного собрания Республики Якутия, других дальневосточных регионов, и они высказывали достаточно здравые, осторожные предложения. И, наверное, тут главный был принцип «не навредить». И согласились представители Государственной Думы, вот Виктор Кедяев, председатель комитета Госдумы по вопросам федерального устройства и местного самоуправления был, и Дмитрий Азаров, аналогичный комитет Совета Федерации, согласились, что в этом вопросе нужно подходить очень тщательно и осторожно. Ну вот, как бы совещание закончилось таким серьёзным обменом мнениями, я уверен, что вот те предложения, те опасения, которые были высказаны представителями регионов на совещании, будут услышаны в федеральном центре. Тем более, что вот у Республики Якутия сложились очень хорошие, нормальные, деловые отношения с центральными органами Российской Федерации. Вот у них там часто бывают представители Совета Федерации, Государственной Думы, и Валентина Матвиенко была где-то недавно. Они ожидают приезда и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. То есть Республика, она в тренде общероссийских вопросов и задач. И поэтому я думаю, что к их предложениям они здравы и к ним прислушаются. А на ваш взгляд, насколько, может быть, нецелесообразно даже вот ваше мнение по поводу создания этих макрорегионов на территории страны? Какие последствия? Видите, в чём дело. С точки зрения ускорения экономического развития тут, конечно, смысл есть. Весь фокус-то в том, чтобы они не стали прообразом каких-то надсубъектных образований. Потому что у нас же принцип, который был заложен при образовании Российской Федерации и советского периода. И потом уже российского, начиная с 1991-1992 года, это был не просто территориальный принцип создания Федерации, а национально-территориальный. Потому что Федерация, одной из её задач было сохранение национальной культуры, национальной самобытности народа, входящего в Российскую Федерацию. И понятно опасение регионов, что таким образом объединение, если оно будет связано не только с экономикой, а с какими-то другими формами и сферами влияния, они могут где-то уменьшить их возможность по развитию национальной культуры, национального языка. Понимаете, вот это опасение у них есть. А по большому счёту, да, конечно, удобнее развивать экономику совместно. У тебя есть такие предприятия, такой направленности, у соседа есть. Давайте кооперируемся, затраты на производство той или иной продукции будут меньше. Поэтому сейчас и развиваются такие особые экономические зоны, какие-то кластеры. Это общемировой путь развития, тут мы ничего нового не придумаем. Естественно, да, макрорегионы, да, но не трогая основ федерализма российского, потому что российский федерализм это уже само по себе достаточно серьёзная и историческая, и политическая ценность. Это уже политический принцип. К нему привыкли и граждане, и регионы. И каким-то образом его реформировать может быть больше минусов, чем плюсов. А вот в целях развития экономики, естественно, да. Мы же кооперируемся с Коми Республикой, когда дорога была нужна. Пожалуйста. Нет, замкнутость в этих границах административных ни к чему не приводит. Надо кооперироваться, брать лучшие, соединяться, вместе вырабатывать какие-то общие положения, какой-то совместный продукт, совместные предприятия и так и далее. В этом отношении, конечно, да. А тут никто даже не спорил в этом отношении. То есть этот вопрос ещё будет подниматься? Да, вероятнее всего, вот как сказал при завершении совещания Виктор Кидяев, он сказал таким образом, завершая своё итоговое выступление, что в течение месяца будут проанализированы поступившие предложения, они будут обсуждены, после чего будет представлен наработанный документ. Я думаю, что, ну, наверное, организаторы захотят получить больше откликов. Вот я смотрел, далеко не все регионы ведь представили свои предложения, там я в интернете нашёл порядка 20 различных предложений от разных регионов, с разных частей Российской Федерации, но далеко не все представили. Интересно было бы, например, вот мне лично услышать мнение Кавказской Республики. Они как смотрят, например, на создание таких макрорегионов или выравнивание, переход вот асимметричной нашей Федерации к симметричной. А Нинецкий округ предложения направлял? Мы направляли, но наше предложение было связано, вот как вы правильно сказали, в основном с экономикой. С экономикой. Там вопросы были местного управления, экономики. То есть про какие-то вопросы, связанные с развитием федерализма, мы не затрагивали. Мы более на такие задачи текущие, серьезные, вот развитие экономики, повседневной деятельности органов. Ну и по приезде из Якутска вы сразу приступили к работе, к подготовке к ближайшей сессии, которая состоится 30 июня. Над какими законопроектами работаете сейчас? Ну вы знаете, крайняя сессия перед летними каникулами, она всегда достаточно напряженная. У нас и так получилось достаточно много вопросов, нам пришлось комитет разбить на две части, что бывает достаточно редко. При том, что мы еще ожидаем ряда документов из администрации, в том числе документ, проект закона о внесении изменений в бюджет текущего года. Он где-то должен поступить буквально на следующей неделе, о чем нам губернатор предупредил, сказал, что он поступит. Много разноплановых вопросов. Я, честно говоря, остановлюсь буквально на некоторых из них в зависимости от важности, насколько я их считаю важными, и от степени своего участия в их разработке. Ну вот для меня, например, как руководителя комиссии по госустройству местному самоправлению, вот в своей профессиональной сфере деятельности я хочу выделить два законопроекта. Это принятие во втором чтении изменений в устав Ненинского автономного округа. Мы завершаем, наконец-то, эту работу, которую начали еще в октябре прошлого года. Она начиналась рекомендациями круглого стола, который был проведен в октябре и был посвящен 20-летию устава нашего окружного. Прошел длинный путь, вместе работали депутаты, представители администрации, муниципалы, уполномоченные. И выработали мы большой документ. Слава Богу, мы вышли на такое системное внесение изменений в наш устав. Мы подготовили порядка, там будет порядка 40 изменений, в том числе и новые статьи. Какие-то статьи мы объединим, какие-то мы исключим. То есть такой вот системный, комплексный документ. Его удалось выработать. Я думаю, вот такая системная работа над важным, самым главным документом нашего округа, она будет вестись именно так. Не какие-то точечные изменения, а вот именно системность. Я уже говорил, что в этом отношении, по-моему, в этой же студии, что в этом отношении Конституции Республики Сахая-Якутия, в неё вносили изменения только 9 раз, а у нас больше 40. Вот разницу чувствуете? Хотя там огромная республика, у нас маленький округ. Они смогли это сделать. То есть комплексные документы готовили, нарабатывали поправки и одним актом внесли, и всё. То есть это системность в работе. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы принимаем закон, который регулирует порядок избрания и места главы муниципального образования в системе органов местного управления сельских поселений и городского поселения. Вот я, честно, я чувствую в какой-то степени, что таким образом мы всё-таки отдаём должное и исправляем ту ошибку, которую в своё время мы же и сделали. Дело в том, что нашу... То, что мы неправильно поступили в своё время, установили один способ, одну структуру органов власти, один способ выборов главы и депутатов. Ну, это было заведомо, наверное, неправильно. Но не мы одни такие в Российской Федерации, хочется так сказать. И вот Конституционный суд рассмотрел, по-моему, 1 декабря истекшего года дело по заявлению, по-моему, 90 депутатов Госдумы направили обращение в Конституционный суд, где попросили проверить на конституционность закон Иркутской области в отношении избрания мэра Иркутска. Ну, и там и депутатов. Родился комплексный, отработанный документ решения Конституционного суда, который установил некоторые принципы и установил, насколько конституционный этот закон. Поэтому решение Конституционного суда подлежит исполнению, оно больше не может спариваться. И поэтому в отношении сельских поселений и городского поселения, это поселок Искателей, мы внесли этот закон, установленные сроки в течение трёх месяцев по дате принятия этого решения Конституционного суда. Поэтому своих коллег, депутатов сельских поселений, глав сельских поселений и посёлка Искателей, хочу сказать, что мы своё обязательство выполнили. Мы им обещали заняться этим вопросом и получили поддержку в виде решения Конституционного суда. Поэтому, как бы, мы выполнили свои обещания, они сейчас получат возможность из нескольких вариантов выбрать тот, который им больше всего подходит, и отразить его в своём уставе. Справедливость восторжествует. Это второй такой вопрос, важный для меня, как для юриста-профессионала. Что ещё? Не могу не остановиться ещё на двух вопросах, потому что они связаны с реальными проблемами наших жителей. Я веду личный приём, как правило, по субботам. Вот, у меня сегодня тоже люди записаны. Так вот, хотел бы остановиться вот на такой проблеме. Она была освещена вот в газете Нарьяна Виндер за 23 июня. Есть небольшая заметка. Сначала взнос, потом компенсация. Вот такая вот вещь. Вот она здесь. И обратился, я так понимаю, в газету Ефим Авдеевич Носов. Ефим Авдеевич мой избиратель. Он живёт на улице Первомайской. Он ко мне обратился в конце мая по тому же вопросу. Может быть, я где-то неправильно поступил, я его не поставил в известность, каким образом мы действуем, чтобы его обращение реализовать. Поэтому, пользуясь такой возможностью, хочу сказать, что Ефим Авдеевич законопроект, который устраняет вот эту проблему, мы разработали. Он был рассмотрен на нашей комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению. Рассмотрен был на комиссии социальной. И, в принципе, все депутаты его поддерживают. Есть одна проблема. Дело в том, что прокуратура округа посчитала, что мы, принимая такое решение о том, чтобы освободить вас от ежемесячного хождения для уплаты вот этого возноса на капремонт, чтобы заменить компенсацию, просто освобождение. Потому что сейчас вам приходится заплатить, потом получить компенсацию. И так каждый месяц. Учитывая вот это обращение, мы хотели просто освободить лиц старше 80-ти от таких хождений. Но вот нас прокуратура поправила и сказала, нет, коллеги, раз федералы установили, что это именно компенсация, то мы не можем освободить от уплаты. Всё-таки гражданин должен вначале заплатить, а потом получить возврат этих средств. Получается, что это как бы мы превысили несколько уровней своей компетенции, и нас надзорный орган поправляет. Поэтому мы будем обращаться, Ефим Авдеевич, к депутатам Государственной Думы для того, чтобы они внесли изменения в федеральное законодательство, а конкретно в Жилищный кодекс Российской Федерации. Видите, у нас регион маленький, и вот эта проблема, которая появилась у граждан, она сразу нам стала известна. В других регионах там, наверное, путь прохождения от гражданина к депутату субъектового уровня всё-таки больше. Но я уверен, что мы этот вопрос поднимем именно парламентской ассоциации на Северо-Западе, выйдем на Государственную Думу, и мы его всё равно решим. Потому что действительно и смешно, и не совсем правильно, когда мы людей заставляем лишний раз ходить, платить, потом обратно возвращать эти деньги, и так 12 раз в году. Поэтому, к сожалению, пока не решили, но, думаю, мы этот вопрос до конца доведём. Ну и ещё один законопроект, который тоже стал результатом обращения во время депутатского приёма. Я хотел бы заверить Шевелёву Галину Николаевну, что её вопрос, по которому она ко мне обратилась, это в отношении помощи её внуку, он практически решён. Значит, мы незаконодательно этот вопрос решили, Галина Николаевна, будет предоставлено такое право многодетным семьям использовать материнский капитал на те цели, о которых вы просили. Ну и кроме этого, мы встречались недавно с Игорем Викторовичем Кошиным, и надо отдать ему должное. Он тоже принял решение конкретно помочь вашей семье по этому вопросу. Ну вот, чем богаты, тем не рады. Спасибо большое, Виктор Юлианович, что пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня мы говорили о развитии федерализма в России и о подготовке к завершающей летней сессии. У нас в гостях был Виктор Кмить, депутат Собрания депутатов, председатель комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению Собрания депутатов. Это актуальное интервью. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин